Единороссы отправились в рейс. В столице региона прошла акция «Депутатский автобус». В рамках рейда представители местного отделения партии и члены фракции, депутаты городского совета, совершили поездку на автобусах по маршрутам 411 и 413. На линии они пообщались с пассажирами по вопросам комфортности, удобства расписания рейсов и стоимости проезда. Татьяна Макарова живет в поселке Искатели. Услугами Наринмарского АТП пользуются едва ли не каждый день. Статус пенсионера позволяет пользоваться окружной льготой и платить за проезд всего 8 рублей. Для людей старшего возраста это огромная поддержка, рассказывает Татьяна Николаевна. И отмечает, работу автотранспортного предприятия оценивает положительно, но один минус все-таки есть. Меня все устраивает, кроме субботы. С 7 до 8 вот этот период ездит в автобус, а людей едет очень много. Автобус набит битком, не выйти, не зайти. Водители даже заходят, вот с одной стороны выходят, потому что не пройти. Вы имеете в 7-8 вечера? Утро. Да, в субботу. Есть в 7.10 и в 7.40. А едут дети, во-первых, в техникумы, в школы едут, и люди на работу. И этих всего лишь два автобуса мало, хотя бы сделать четыре, чтобы нормально проехать на работу, у них как селедки будут сидеть. С Татьяной Макаровой согласен и школьник Кирилл Яновицкий, тоже житель поселка Искатели. По субботам приходится мерзнуть на остановках. Кроме этого, юноша волнует вопрос стоимости проезда. Кирилл ездит на учебу, в городскую школу и несколько раз в неделю в спортивную секцию. За месяц набегает кругленькая сумма. Тарифы устраивают? Сколько стоит проезд? Ну, бесплатно было бы, конечно, лучше. Бесплатно для школьников? Для школьников, да. Ну, а так приходится платить. Впрочем, юноша тут же поправился. Платить за проезд не так уж и накладно. Все зависит от благосостояния каждой отдельно взятой семьи. В рамках акции депутаты успели пообщаться с десятками пассажиров. Вопросов задавали много. Порадовало то, что жалоб на услуги АТП среди них почти не было, отмечают депутаты. Как и нашей съемочной группе, население посетовало на расписание автобусов, выходные и на время отправления последнего рейса. Последний автобус стал раньше с Искателя уходить. И люди, которые работают до 11, это в основном в магазинах, они стали не успевать на автобус. Он уходит без 15-11, а они в 11 только работу заканчивают. Как-то можно будет эти проблемы? Да, конечно. Сегодня мы поставим вопрос перед директором АТП, ну и, конечно, перед городской администрацией обязательно. Все вопросы, озвученные населением города и поселка Искателя, депутаты действительно задали руководству АТП. Среди них был и вопрос доступности транспорта для людей с ограниченными возможностями здоровья. На балансе предприятия сегодня числится 31 автобус, из них всего 4 низкопольных. 4 низкопольных автобуса, 4 автобуса низкопольных. Два из них, два из них именно для перевозки инвалидов, с колясочников имеется в виду. И все. Сегодня мы знаем, что прокуратура и требования властей, как бы, как называется, ну, доступная среда, она еще на нас требует низкопольный автобус. Чтобы закупить автобусы, адаптированные под доступную среду, нужны немалые финансовые средства. За последние несколько лет предприятие приобрело три автобуса в лизинг. Сейчас стоимость транспорта заметно выросла. Один ЛИАЗ стоит порядка 6 миллионов. Для этого предприятию, как воздух, нужна субсидия. Этот вопрос руководство АТП держит на особом контроле. Так же, как и вопрос о введении единых проездных билетов для школьников. Население просит, говорит директор АТП Михаил Елисеев. Это и другие просьбы населения округа сейчас на особом депутатском контроле.